Привет, любители путешествий! С вами я, Маша Скрипка. Сегодня мы узнаем, удалось ли спасти античные памятники Греции от катастрофических лесных пожаров? Сколько туристам не побоялось прилететь на Олимпиаду в Токио? Почему Всемирная Организация Здравоохранения жестко выступает против туризма? Стоит ли сейчас ехать в Монако и за что туристов в Италии штрафуют на целых 3000 евро? Горит! Горит, друзья! Следом за Турцией, в которой ситуация уже нормализована, огонь лесных пожаров подхватила Греция. В связи с чем, 100 украинских МЧСников снова отправились на помощь своим средиземноморским коллегам. Два человека погибли и еще 20 получили ранения. В данный момент пожарные борются со 150-14 летными пожарами по всей стране. Сильные пожары, вызванные непредсказуемыми ветрами, наблюдаются на севере Афим. Также огненная стихия бушует на соседнем острове Эве и в районах близких к Древней Олимпии. Сотни жителей и туристов уже эвакуированы. Древние исторические памятники, в которые вплотную подступил огонь, сейчас под угрозой. От родины Олимпийского огня перейдем к месту сегодняшнего проведения Олимпиады, а именно к Японии. Организаторы заявили, что во время открытия данного грандиозного праздника на стадионе, вмещающем почти 70 тысяч человек, присутствовало лишь 950 гостей. Эти меры, конечно же, были связаны с распространением ковида. Тем не менее, в страну на главный спортивный праздник планеты прилетает 78 тысяч туристов, хотя до пандемии планировалось встретить 180 тысяч человек. Для сравнения, в 2016 году в Бразилию посетили больше 6,5 миллионов туристов, безусловно, за счет проводимой мне Олимпиады. Полупустые трибуны японских стадионов не добавляют оптимизма, однако спортивный дух можно оценить в телетрансляциях. Благо, современный мир позволяет это сделать на высшем уровне. Как видим, туризм медленно, но уверенно приходит в себя после пандемии. Однако восстановление туризма, даже в минимальных объемах, продолжает получать критику от Всемирной организации здравоохранения. Быстрое и частое перемещение людей между странами способствует новым вспышкам инфекции. Параллельно с этим происходит неравноправная вакцинация, так как 80% вакцин от коронавируса приходится на развитые страны с высоким доходом и наибольшим количеством туристов. В это же время работники здравоохранения, подвергающиеся риску серьезно заболеть в государствах с низкими доходами, не получают вакцину. Кстати, о богатых странах. В Монако уже вакцинировано около 48% населения. Если собираетесь туда в ближайшее время, сейчас в королевстве действует обязательное ношение масок для всех лиц старше 5 лет. Для лиц, не являющихся резидентами, действует обязательное предоставление санитарного пропуска для посещения баров и ресторанов. И напоследок сегодня переместимся в солнечную Италию. За гальку, белоснежный песок и ракушки, которые туристы пытались вывезти с пляжей острова Сардиния, около 40 туристов были оштрафованы при таможенном досмотре в аэропорту. Размер штрафов составил для каждого такого любителя сувениров до 3000 евро. Такими были свежие новости туризма на этой неделе. Подписывайтесь на канал Работа Мечты, как всегда, вместе с вами! Работа Мечты, как всегда, вместе с вами!